Перед вами цифровая копия картины «Взятие Нотебурга». Год 1702. Русско-Чукотская война. Русские хотели покарать Чукчей за набеги на подвластные им народы и нанесли врагам большие потери. Однако под натиском превосходящих сил противника были вынуждены отступить. 27 декабря состоялась премьера рождественской драмы – русской оперы, написанной для представления в Школьном театре Ростовского училища митрополитом Дмитрием Ростовским. В Дании отменено крепостное право. Два года назад Россия получила второй тяжелейший урок войны. Во время Нарвской баталии была потеряна вся артиллерия и почти половина войска. От полной катастрофы Россию спасло только то, что Карл XII посчитал более опасным противником польского короля Августа II и сосредоточился на военных действиях в Ливонии. В итоге эта ошибка очень дорого обошлась шведскому королю. Ингерманландия. Крепость Нотебург. Петру 30 лет. Петр получил два года на подготовку к новой схватке. Он учел ошибки, допущенные им под Нарвой. Вновь провел полную реорганизацию армии, восстановил артиллерию, выдвинул на высшие военные должности русских офицеров, отработал тактические приемы борьбы со шведами в боях на приграничных территориях. Победы вселили уверенность, что бить противника можно и должно. Осада Нотебурга началась в конце сентября. После долгого артиллерийского обстрела крепостных укреплений солдаты Преображенского и Семеновского полков переправились на остров и начали штурм. Шведский гарнизон держался 15 дней, после чего 11 октября комендант крепости принял решение капитулировать. Петр I взял реванш за Нарву и получил стратегический выигрыш. Нотебург, переименованный в Шлиссельбург, ключ-город, открывал дорогу ко владению устьем Невы. Перед вами цифровая копия картины «Взятие Нотебурга», написанной Михаилом Ильичем Бочаровым к празднованию 200-летия Петра Великого. Оригинал хранится в фондах Государственного Русского музея.